Нововведение этого зимостойкого сорта Эсмеральда у селекционеров ушло 12 лет и уже совсем скоро по всему Подмосковью появятся лавандовые поля. Над созданием сорта, который обязательно приживется в нашем регионе, работала команда из шести селекционеров. Задача, казалось бы, невыполнимая, ведь лаванде необходимо тепло и солнце. Благодаря эфирным маслам эти цветы обладают уникальным ароматом. Их широко применяют в парфюмерной промышленности, заваривают с ними чай и даже добавляют в мороженое. Оксана увлекается ландшафтным дизайном, использует лаванду в своих композициях. Для меня, конечно, отрадно, что в Подмосковье появился сорт, который зимостой, который отличается большинством декоративных качеств, которые ценятся в ландшафтном дизайне. Он очень яркий, запах непередаваемый. Он замечательно растет как в композициях, так и отдельно монопосадкой. Все, что было привезено в питомниках по Московской области, часто не перезимовывает 3-4 лет. Этот же сорт при правильном уходе будет радовать глаз намного дольше, до 15 лет. Семена этого растения привезли из Средиземноморья, но здесь лаванду удалось адаптировать до настолько, что она прекрасно себя чувствует и в жару, и в прохладную погоду. Это растение, оно чем интересно? Тем, что привлекает насекомых. Оно очень яркое такое, хороший медонос. Его можно использовать для составления сухих букетов. Не теряет окраску фиолетовая и при засушке. Также лаванда является очень хорошим репеллентом, то есть средство от моли. Если у вас в шкафу натуральные шубки, то вы берете листочки, соцветия, засушиваете в мешочки и в шкаф. Сохранность 100%. Отбор идет по комплексу признаков. Внешний вид, декоративные качества, но зимостойкость – главный показатель для средней полосы России. Нашей съемочной группе подарили букет, который будет радовать своим ароматам еще долгое время. Вот с таким прекрасным душистым букетом мы отправляемся в нашу редакцию. Елена Морозова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».